Сегодня в Чебоксарах прошла встреча молодежи республики с членом Общественной палаты России Сангаджи Тарбаева. Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив, в прошлом капитан команды КВН РУДН, представил проект «Диалог с прокурором». Он стартовал полтора года назад при поддержке прокурора России Юрия Чайки. Суть проекта – познакомить молодежь с деятельностью прокуратуры, чтобы молодые люди не опасались этого надзорного ведомства, а наоборот – сотрудничали. В проекте участвуют уже 15 регионов. Чувашия стала 16-м. Организаторам проекта важно, чтобы молодежь к встрече не готовилась специально. Инициаторы проекта хотят знать реальную ситуацию. На встрече члены Общественной палаты России Сангаджи Тарбаева, прокурора Чувашии Сергея Легостаева и молодежных объединений республики поднимались актуальные вопросы сегодняшнего времени. Председатель Республиканской общественной организации «Здоровая нация» Кирилл Лукин рассказал о регулярных рейдах по торговым точкам, аптечным пунктам, барам и кальянным. Это позволяет выявлять, а иногда и предупреждать нарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и наркосодержащих препаратов. Работа эта ведется вместе с представителями прокуратуры. Обсуждалось на встрече и присутствие молодежи в социальных сетях, воздействие на них негативной информации разного толка. Поднималась и проблема обеспечения жильем детей-сирот. Прокурор Чувашии взял данный вопрос под личный контроль. Сегодня обозначили на встрече ряд вопросов. Не мы, а ваша молодежь, прежде всего. Мы это все записали. Прокурор на какие-то вопросы отреагировал очень бурно, сказал, что возьмет под личный контроль. Но в целом могу сказать, что те активисты, которые сегодня присутствовали на встрече, они на самом деле болеют за республику. Они на самом деле хотят, чтобы здесь все изменилось. Все хотят справедливости, прежде всего. И чувашская молодежь в этом плане не исключение. Просто есть регионы, в которых изначально молодежь настолько прилизана, что они со стеклянными глазами говорят вещи, которые в реальности их не интересуют. Они просто выполняют роль статистов. Это не про Чувашию. В Чувашии мы увидели людей с живыми глазами, молодежь, которая встает и задает вопрос тот, который им интересен. И в этом, наверное, залог успеха, ну вообще перспективы молодежи в Чувашии. Сегодня же Сангаджи Тарбаев встретился с Михаилом Игнатьевым. Они обсудили ситуацию в сфере молодежных правонарушений. Михаил Игнатьев рассказал, что в Чувашии активно борются с курением. Особо подчеркнув, что работа эта пошаговая. К примеру, все главные врачи больницы, директора школ уже не курят. Большинство молодых людей занимаются спортом. Вы подали заявку на спортивные учреждения о том, чтобы все граждане категории трудные подростки могли бы получать бесплатный доступ. И финансируете это из муниципального бюджета. На мой взгляд, тоже очень интересная инициатива, практика, которая, возможно, даже имеет большие перспективы для масштабирования. Для того, чтобы другие регионы могли, опираясь на ваш опыт, использовать то же самое. Потому что это хороший, на мой взгляд, инструмент профилактики для будущих правонарушений. Это самый эффективный инструмент, по сути дела. Для понимания родителей и общественности. Вполне возможно, что уже в ближайшее время опыт Чуваши будет рекомендован общественной палатой России для изучения в других регионах страны. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Республика.